Всем привет, наконец-то добрался до меня мой DIY набор и наконец-то дошли руки его собрать. И это тестер транзисторов, очень полезная штучка. Посмотрим на комплектность. Тут есть дисплей, выглядит он вот так и на другой стороне есть пару элементов. Плата я думаю вы видите, что она отличного качества, на ней все элементы обозначены четко, с полярностями и данными компонентами. Тестер работает на контроле от Мега 328p. На плате запаяны уже пару элементов. И вот такой пакетик со всеми комплектующими. Сейчас я их высыплю, рассортирую и покажу вам. И смотрим, так здесь у нас куча сопротивлений резисторов, транзисторы, светодиод, кварц, конденсаторы керамические, планка под контроллер переходная, планка для дисплея, контактные зажимы, энкодер, еще два электролитических конденсатора, ножки крепления и контактный зажим для измеряемых элементов. В первую очередь лучше установить все сопротивления, измеряете их и по одному сразу устанавливаете. Будьте внимательны, устанавливайте все на нужное место, а иначе вас тестер будет показывать неправильно. Кстати, я тут придумал с вами в следующий раз собрать вот такие чащики, а также одновременно купить их два комплекта и при следующей сборке разыграть один среди вас, мои подписчики. Сборка тут не очень сложная, не очень много элементов и я думаю, что с ней легко справится любой. Если считаешь так же и одобряешь, ставь лайк или пиши комментарий плюс, чтобы я понял, что вам это нужно. Замерять сопротивление будем мультиметром, если такое как у меня, переключаем режимы, чтобы увидеть стопроцентную точность. Далее ищем на плате номер и сразу вставляем резистор и загибаем ножки, чтобы он не выпал. И продолжаем заниматься такой немного неинтересной работой. Все сопротивления уже установлены. Выглядит это так. И наконец-то приступаем к пайке. Для начала на все контакты для улучшения пайки нанесем флюс. Я использую rma223. Берем китайский припой и пропаиваем каждый контакт. Ссылки на все, чем я пользовался в ролике и на тестер транзисторов я оставлю для тебя в описании. Этот тестер честно скажу вещь очень крутая. Мы и все коллеги захотели купить себе такой же. После пайки убираем все лишние выводы элементов специальными кусачками с одного из моих наборов инструмента. Поехали дальше. Установим керамические конденсаторы. Они тоже все подписаны. 104, 22 и так далее. Следующие электролитические уже имеют полярность. Смотрите черную область или длинная ножка это плюс. Белая область минус. Полярность нарисована на плате. Просто вставляем соответствие маркировки и подгибаем выводы. Далее вставляем кварц. У него полярности нету. И потом остальные керамические конденсаторы. Обозначены на плате они вот так. И каждый под своим номером. Далее светодиод. Длинная ножка это плюс. А на плате он обозначен квадратом. Еще несколько транзисторов. Тут все понятно. Есть номер и нарисовано как вставлять. Ну а теперь паяем. Если ты так же как и я случайно запаял одно лишнее отверстие можешь воспользоваться оплеткой для отпайки или иголкой или зубочисткой. И убрать лишнее как я. Итак все маленькие элементы установлены. Теперь остальные. Переходную рамку вставляем длинными ножками вверх. Держатель контроллера ставим по маркировке. Вырез совмещаем с вырезом на плате. Здесь тоже все проще простого. Ручка нарисована на плате. После этого вставляем коннектор лицом к вам. Ну и все остальные элементы вы просто не сможете ставить по другому. Осталось подкинуть два провода питания. Красный плюс, черный минус. Питается тестер от батареи на 9 вольт. Кроны. И после этого ставим плату на ребро и придерживаясь с обратной стороны элементы пропаиваем их по одной ножке. Так как здесь возможности уже загибать их нету. Потом смело переворачиваем и пропаиваем все остальные контакты. Итак, все элементы, которые были на плате запаяны, теперь осталось очистить от флюса. Очищать будем изопропиловым спиртом. Просто берем его на зубную щетку и смываем. А сейчас сделаем для платы ножки. Тут все просто. Осталось подключить дисплей. Он вставляется и имеет возможность сниматься. Сделано так для быстрого доступа к контроллеру и возможности его перепрошить. Дисплей припаяем контакты без флюса, дабы его не отмывать и не залить подсветку. Вставляем контроллер тоже по маркировке. Делаем стойки под вторую сторону дисплея и вставляем дисплей в контакты и зажимаем его еще сверху двумя винтами. Последний штрих. Снимаем пленку и на этом все. Так выглядит наш собранный тестер транзистор. Удовольствие от пайки просто невероятное и сейчас еще получим больше кайфа, когда его включим и проверим. Соединяем батарею и включаем. Отлично, он запустился. После первого включения его нужно откалибровать. И как это сделать вы увидите в следующем ролике, дабы не затягивать видео. А также все возможные проверки его способностей, как им пользоваться, все его настройки, меню и так далее. Ну а пока ставь лайк и жди следующего видео. Продолжение следует. А также не забывай смотреть другие мои видео и кликай на кружок в центре экрана и подписывайся на канал Artbuild Channel.